Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Один из подписчиков моего канала задал мне очень интересный вопрос в комментариях По какой причине, когда запускаешь холодный двигатель, гидрокомпенсаторы допустим один или несколько цокотят, а как только ты прогреешь двигатель до рабочей температуры этот цокот прекращается Насколько это все может вредить двигателю автомобиля? И по какой причине это происходит? Давайте разбираться Тема сегодняшнего видеоролика именно об этом Итак друзья Гидрокомпенсаторы Почему они цокотят на холодном двигателе, а на горячем двигателе замолкают? Это у многих так. Конечно же бывает такое, что они не замолкают ни на горячем, ни на холодном Прежде всего получается так что когда мы запускаем холодный двигатель масло у нас еще густое вязкое, а каналы гидрокомпенсаторов имеют очень-очень маленькое сечение то есть маленькое отверстие Но гидрокомпенсатор устроен таким образом что он работает от масляного давления Получается, что из-за того, что гидрокомпенсатор засорен масло еще вязкое недостаточно масла поступает в сам гидрокомпенсатор и он на холодном двигателе не срабатывает Из-за этого появляется характерный цокот Но когда двигатель прогревается соответственно, самый гидрокомпенсатор прогретый масло в двигателе становится более жидкое оно уже легче проникает через малое сечение отверстия гидрокомпенсатора и этого хватает для того, чтобы цокот прекратился гидрокомпенсатор начинает полноценно работать Но, друзья мои, есть и положительные стороны этого Если у вас на горячем двигателе перестают цокотеть гидрокомпенсаторы значит ваши гидрокомпенсаторы еще можно исправить то есть их можно промыть, даже не снимая Я уже рассказывал в одном из своих видео каким образом это сделать Для этого достаточно заливать двигатель масло не так, как ошибочно многие думают что нужно заливать более густое масло наоборот, нужно заливать более жидкое масло в допусках для двигателя вашего автомобиля но и также подбирать масло чтобы оно было с повышенным силочным числом Это масло более легче будет проникать в сам гидрокомпенсатор и таким образом более проще вымоет остатки грязи за счет повышенного щелочного числа Получится так, что ваши гидрокомпенсаторы просто вымоются изнутри и начнут работать как новые Очень много раз приходилось устранять этот цокот именно таким вот способом Не используйте промывки, не используйте промывочные масла Лучше всего чаще менять масло Но заливать для промывки именно в качестве рабочего масла то есть в качестве моторного масла более жидкое масло, которое идет в допусках Ну и, как я сказал ранее, с повышенным силочным числом Друзья мои, ваши гидрокомпенсаторы через короткий промежуток времени перестанут цокотеть Но если вы спустя какое-то время допустим тысячу-две тысячи километров выйдете в ваш масляный щуп и увидите, что ваше масло не изменилось по цвету а осталось таким же прозрачным и чистым какое вы залили при замене Друзья мои, старайтесь в самый короткий промежуток времени провести замену этого масла, потому что оно имеет плохие моющие средства либо это какой-то суррогат, либо как-то неправильно подобранное масло должно темнеть когда масло темнеет, это говорит о том, что оно работает оно вымывает грязь с вашего двигателя Надеюсь, друзья мои, я этим видеороликом вам много чего объяснил и рассказал Теперь вы знаете, как восстановить гидрокомпенсаторы если они замолкают на горячем двигателе если, конечно, они не замолкают, цокотят постоянно то, скорее всего, они подлежат уже замене Если этот видеоролик для вас оказался полезным обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео Будьте здоровы, друзья мои Всем пока!